А в квадрате минус А делится на 2 для любого целого числа А. Так вот, жил на свете великий фирма, математиков светший с ума. Эти жертвы науки, каждый день по три штуки, сумасшедшие едут дома. Это было написано, конечно, не о малой теореме фирма, а о так называемой великой теореме фирма, о том, что сумма n-ных степеней натуральных чисел, двух натуральных чисел, не может быть n-ной степенью, если n больше, чем 2. Малая теорема фирма гораздо проще, то есть мы ее сегодня докажем, причем даже несколькими способами, но, как и положено в таких случаях, во много раз важнее и интереснее. Потому что, когда сумма n-ных степеней равна какой-то там n-ной степени, это чрезвычайно специальный вопрос. И интересен он вовсе не сам по себе, а интересен он только потому, что во время изучения этой задачи, которая продлилась 400 лет, потому что фирма жил в 17 веке, а доказали эту теорему в конце 20-го. Так вот, все-таки это очень специальный вопрос. И интересен он потому, что было развито очень много интересных тем, в том числе, так называемая теория диезоров, она же это теория идеалов в кольцах целых алкебрических чисел, и многое-многое другое. Так вот, нам это сейчас все-таки менее интересно, потому что у нас мы до этого не доросли, а это используется в науке все время, это один из самых-самых-самых-самых главных фактов, и давайте этим займемся. Еще. a умножить на a плюс 1 делится на 2. Доказатель, конечно, крайне простое, потому что число а либо четное, либо нечетное. Если число а четное, то это разность четных чисел, ну и, соответственно, вот это число четное, а не на то же. Если а нечетное, то вот это четная сумма, и, соответственно, здесь будет разность нечетных чисел. В общем, все просто. Следующая задача. a в кубе минус а. Ну, тоже легко. a умножить на а в квадрате минус 1, то есть а минус 1 умножить на а умножить на а плюс 1. Три подряд идущих целых числа. Одно из них обязательно делится на 3. Поэтому, разумеется, делимость на 3 не обеспечена. Ну, на самом деле даже не на 3. На самом деле даже на 6, потому что а умножить на а плюс 1, мы знаем, что делится на 2. Вот. Хорошо. Давайте решим упражнение. a в кубе плюс 5а. Поймем, почему это непременно делится на 6. Да, очень просто, потому что это есть а в кубе минус а плюс 6а. 6а делится, а в кубе минус а делится. Все замечательно. Хорошо. Ну, подставляем двойку и обнаруживаем, что это 14 не делится на 4. Вот. Кстати, если тройку подставим, то должен быть 81 минус 3, это 78. 78 тоже на 4 не делится. Таким образом, нельзя говорить про а в стекле n минус а делится на 1. На самом деле, малая теорема Ферма утверждает, что а в степени п минус а делится на п, если а любое целое число, а п это любое простое число. Вот четверка, это наименьшее составное число, это уже пример ситуации, когда видно, что что-то здесь не работает. Хорошо. Пойдем дальше. Берем число 5. А в пятой степени минус а. Можно, конечно, вывести. Получится а в четвертой минус 1. Разлагается доказанность квадратов. А в квадрате минус 1 умножить на а в квадрате плюс 1. Пока все замечательно. Еще раз разлагается. А минус 1. А плюс 1. А вот тут проблема. А в квадрате плюс 1 так просто не разложишь. Смотрите, что можно сделать. Можно вот в этом месте написать минус 4 плюс 5. И дальше написать не равно, а сравнимо. Здесь а минус 2, здесь а плюс 2. И, разумеется, сравнение мы берем в а 0 и 5. Получилось 5 подряд идущих целых чисел. а минус 2, а минус 1, а плюс 1, а плюс 2. Какое целое число а не бери, среди них обязательно найдется хотя бы одно число, делящееся на 5. Так что, как видите, для пятерки мы уже все сделали. Мы уже все сделали. Да, еще разумеется, это я рассказываю просто, что называется, из эстетических соображений. Любая из этих задач для конкретного числа П может быть решена просто перебором остатков. Мне кажется, что эти разложения сами-то симпатичны, поэтому я их показываю. Так, давайте пойдем дальше. Давайте пойдем дальше. а в седьмой степени минус 1. Ну, все просто. а умножить на а в шестой минус 1. а умножить на а в кубе минус 1. а в кубе плюс 1. Между прочим, имеет смысл заметить, что вот это вот разложение у нас еще встретится. и для общих случаев, конечно, называется это теория многочленов деления круга. Вот когда у вас есть многочлен, х в степени минус 1, и вы его разлагаете как можно больше, то сначала работают известные из школы разность квадратов, разность квадратов, разность кубов. Ну, а в общем случае этого уже не хватает. Там есть такая замечательная наука. Но это потом. Сейчас, пока нам всего хватает из школы, тогда получается так. а умножить на а минус 1, а в квадрате плюс а плюс 1, а минус 1 и а в квадрате минус а плюс 1. Пять многочленов. Давайте сравним с тем, что у нас было для пятерки. Здесь может попадать вот в такую ситуацию. Здесь был многочлен а квадрат плюс 1, он не разложим над кольцом целых чисел, но он замечательно разложим над кольцом, вычетным по-моему, для 5. Вот давайте посмотрим, а не происходит ли здесь такого же... Если я вместо а поставлю двойку, то будет 4 плюс 2 плюс 1, а это делится... Это 7, это делится на 7. Значит, число 2 это корень, пишем а минус 2. Ну, как положено, должен быть еще один корень. В данном случае это у нас минус 3. Почему? Потому что 9 минус 3 плюс 1 это тоже 7. То есть здесь надо взять а плюс 3. Вот это выражение отличается только знаком при числе а, поэтому надо писать а плюс 2 умножить на а минус 3. Давайте я для надежности перемножу а минус 2 на а плюс 3 не в каком-то моборке, а просто как многочленный корзон целых чисел. это будет а квадрат минус 2а плюс 3а, это будет плюс а, и минус 6. Так вот, очень важно, число минус 6 это то же самое, что единица. По модулю 7, да? По модулю 7 это единица. Даже если не получилось а квадрат, а квадрат, а квадрат, минус 3, то получаешь а квадрат минус а плюс 6. Нет, минус 6. Минус 6. И опять это сравнимо с той же самым агентацией. а квадрат минус а минус 6 сравним с единица по модуне. Значит, здесь все правильно. Действительно, у нас получились множители. Смотрите, а, а минус 1, а минус 2, а плюс 3, а плюс 1, а плюс 2, а минус 3. Это опять подряд идущие 7 скобок. Между прочим, господа, это один из вариантов формулировки малой теоремы Фельма. Я здесь ее сформулировал одним способом, и, разумеется, он понятный, значительный, да? На самом деле, есть еще несколько формулировок, которые полезны знать. Вот мы только что, мы только что с вами получили такое. Оказывается, если взять такие вот скобки х, х-1 и так далее, и так далее, х-п-1 и все это перемножить, х это буква, переменная, мы раскрываем скобки и правила школьной алгебры, то мы получаем многочлен х в степени п минус х. Вот это, между прочим, часто оказывается полезной формулировка, такая вот замечательная формулировка малой теоремы Ферма. Есть еще несколько часто встречающихся, смотрите, а в пэду минус а можно разложить на множители, вынести а, а в пэду минус а, это а умножить на а в степени п-1 минус 1, так? Так. Поэтому очень часто говорят так, если число п простое, если число а целое и не делится на п, то а в степени п-1 дает остаток 1 при делении на п. Ну, вот этот просто способ объяснить, что п-1 и не садят оно тоже, вот этот один из вариантов, либо число а делится, и тогда вот этот множитель дает делимость, либо а не делится, и тогда вот эта скобка должна, то есть, на самом деле, а в п-1 дает остаток 1, да? Собственно, здесь точно так же надо, да? Представьте себе, что мы это на х все делим, когда получается, что когда берешь х-1, х-2, и тогда х-п-1, то это то же самое, что х-п-1 степень минус 1. Представляете, х здесь не число, а есть переменное. Буква, то есть, мы раскрываем все скобки, считая, что х это переменное. Рассматриваем кольцом многочленов, то переменное х над кольцом остатков отделения на b. Так вот, между прочим, если вы приглядитесь, то обнаружите, что это сравнение дает теорию Улиссона. Ведь, смотрите, свободный член здесь минус единица. А как получается здесь? Надо просто из каждой скобки х не брать, а брать минус 1 умножить на минус 2 и так далее на минус п-п-1. Для двойки теории не так понятно, потому что там единица и минус единица одно и то же. А если п нечетное, то скобок здесь четное число по минус 1. Значит, на минус можно не обращать внимания, и мы получаем, что п-1 факториал сравнимо с минус 11. х в 11 минус х это х умножить на х десятый минус 1. Это х умножить на пятый минус 1. Пока все замечательно. И вот сейчас происходит неприятность. х минус 1 замечательно. Здесь х четвертый плюс х квадрат плюс х квадрат плюс х плюс один. Дальше вот это плюс пятый плюс один это х плюс один. Смотрите, какая проблема. Многочина четвертой степени. Давайте поймем, какие у нас бывают остатки отделения на 11. 0 это понятно. 1 тоже понятно. 10 тоже понятно. Что осталось? Довольно много чисел. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 господа их осталось 8 штук и не очень-то понятно почему они хорошо распределятся. Давайте попробуем с двоек подставить. Здесь у нас будет 16 плюс 8, 24, плюс 4, 28, плюс 2, это 30, плюс 1, это 30, не делится. Хорошо. А здесь 16 минус 8 плюс 4, это уже будет 12, минус 2, это 10, плюс 1, будет 1, делится. Замечательно. Значит, двойка идет сюда. Ну, если потратить чуть-чуть времени, то можно увидеть, что все 8 штук распределятся на 6, не понятно, почему. То есть для маленьких чисел до 7 у нас все получалось весело и бодро, а для 11 уже очевидно, что доказательства таким вот образом не проходят, и, что называется, не видно никакого способа понять на этом языке, что же получается. Замечательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...